запоминают это было надеюсь запомнил вот так так в общем отключил вилку снимаю синхронизатором но я уже пробовал синхронизатор сюда приставлю чтобы не полкнуть так вилку назад и шестерня она снялась а здесь уходит шты подшипник в общем первый раз разбираю и поэтому чтобы не забыть чтобы не забыть как оно было попытаюсь просто вот связать проволокой здесь шуту к ну зря я туда полку это сейчас шею тугу сюда чтобы не забыть как оно было вот шею тугу сюда поставлю только на что не становится теперь не знаю почему вот еще у к зашла вот так вот свяжу проволокой чтобы не забыть как она была что-то по видео смотрел что вроде как пишут плохо снимается венчиком кверху видео в основном снимаю чтобы потом мне самому последовательные сборки смотреть так сейчас винты отстучать и откручивать вал должен подниматься дело большое чтобы вот так вот не улетала но если ничем ага у нас здесь вот шел только еще одна вот она тоже проволокой свяжу я связал проволокой чтобы не потерять и что видно было еще сюда в конечку потом бросаю в обрезы назад перейдем шел улазит о вала подшипник третье руки не хватает вообще интересно и нафига козе блян подшипник саму лес интересно посадочному кирдык вообще легко ну ладно так теперь эти главное потом шарик не потерять улазит о вала подшипник вот 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 интересно вот она цепляется корпусом ну ладно это вилка я так понимаю сейчас загоним вниз ну да если ломать то можно отломать в общем нет ничего не отломано просто что цепляется за эту шестерню тут потом с вилками так надо запомнить как что было то я запомнил юморой на придумала чтобы достать ух ты сколько тут стружки хорошо так шестерня вообще целая не знаю механизм на переключение не надо трогать лучше вот этот вал надо достать и вот оказывается не так и сложно вот мы достали раз и сюда назад терялась и крутим булочек вилка отсюда потерялась это не так и сложно в принципе что это вот это ее куда вот это сюда достанем так сюда то что нам нужно с одной стороны вставили шрус а с другой стороны вы что выточили просто центровочный вал такой заходит плотно главное чтобы не болтались эти сателлиты ну и сейчас нужно их обварить в общем проварил по очереди вот прихватил между собой сателлиты потом с одной стороны вот корпусу прихватил с этой стороны пока немного подстынет ну шестерня это пока терпит но в всяком случае она не нужна но все равно спидометр будет неправильно показывать поэтому эта шестерня как бы не нужно так вырезал две таких пластинки 5 сантиметров длиной а шириной не знаю сколько тут два с половиной сантиметра на 5 а потом сюда вот ставить здесь к их речу вата чтобы она полностью туда ну тупала вот опять же посмотрел как делают что так плотно не становится там она неважно их главное заварить может уже надо главное чтобы она туда легла вот чтобы она туда не проваливалась чтобы шлицы не упиралась в овощи таким образом получается трескается не знаешь это трескается это сварка я так понимаю в общем проварил окалины убрал я так думаю тут еще пластмассовая шестеренка подпалилась теперь валы здесь вот на валу втулка стояла поставлю сразу сюда вот оно здесь написано 63 так что можно было не считать стоят теперь шестерня задней передачи вилку заходит плотно так вот вал этот ну-ка попробуем достать теперь по ходу эта вилка так это здесь еще то есть что мы В принципе не так страшно как я думал изначально. Собирается как обычная коробка, но расколуется как мотоцикль-движитель. Так что большого страха то нет. Промазал герметиком и сейчас пытаюсь поставить с ума легла и напрягаться не нужно. Только размахнуться молотком хотел. Сборка в обратной последовательности. Кольца эти легко установились, подшипники. Ну а дальше ставим шестерню, одну, этулку. Это, кто помнит, у меня в сборе было всё. Кто помнит, это всё в сборе было. Вот всё дал тука. Это ставится. И выбираю в обратной последовательности. Тут у меня всё было привязано на проволочку. Главное. То есть здесь соучил. Всё правильно. Лалки снимаются. Постою вот. О, отжимается. Лал. А я иклюк. Стужался. Совсем стужался, короче. Даже почти получилось вот по этой, где было. Медная шайба уплотнительная. Так. И тут жать. Тут забуду. Так. Мне надо немножко коробку, наверное, надо наклонитьも. Чтоб спинять вот. Ладно, меняем. Маленькие шарики здесь, а здесь большой шарик, ну, ничего страшного Ну, теперь буду знать, что здесь принялся шарик Я пустая В общем, коробка собрана Присоединил к двигателю, прикрутил Здесь заглушка стоит Надеюсь, не выдавит плотно и на герметик посадил Поднял сальник В общем, что дальше? Дальше раздатка с Нивы планируется Я знаю, что она слабая Так что, кто там будет говорить, возьми там другую 69-го, 66-го Скажу так, что на дороге они у нас не валяются И чтобы взять, нужно купить Ну, а здесь идем по пути наименьшего сопротивления Собираем из того, что есть Дальше кучу флянцев разных Там уазовские, жигулевские Подогнать нужно Задний флянчик Переделать под мост Уаза, чтобы соединить Ну и потом уже Кардан планировать Планировать кулису переключения передач Это будет уже совсем другая история Ну и здесь вот такой Сюда агрегат стоит Мельком покажу его Это опять же совсем другая история будет А на сегодня все Всем огромное спасибо за просмотр Оставляйте свое мнение в комментариях Всем здоровья, удачи И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok